Вспышка коронавируса не помешала многовековой традиции зажжения свечи Адвента. И отрадно, что на церемонию собралось приличное количество людей, которые в своем большинстве соблюдали необходимые меры профилактики. И здесь уже не было важно, кто и какой конфессии придерживается, поскольку, по словам мэра Таллина, всех объединяет праздничное настроение наступающего рождественского периода. Мы, конечно, носим маску, но ведь эту маску не надо надевать на свое сердце и на свою душу. Мы по-прежнему можем делить и радость, и счастье с окружающими. И если мы будем это делать, то оно будет приумножаться. Чем больше мы будем уделять внимания в это время нашим близким, окружающим, тем радостнее будет и тем больше у нас будет надежды. Зажженная свеча является первой из четырех свечей, которая традиционно зажигается каждое воскресенье перед Рождеством. Для многих жителей Эстонии первая свеча Адвента условно означает начало периода подготовки к одному из самых любимых праздников страны. Это также прекрасное время задуматься о своих родных и близких, о том, что в мире есть те, кому нужна помощь, да и вообще о ценности жизни, особенно в наше трудное время. Мы так долго жили в удовольствии и для себя, и в многочисленных поездках, что загнали себя в пропасть. И теперь, когда мы нажали на тормоза, мы обнаружили, что не тратили больше времени на своих родных и близких, в особенности на тех, кто живет в домах постарелых. И, может быть, нынешний момент сможет нас научить тому, что самое важное в жизни. Рождество – это как раз один из тех моментов, когда мы можем сказать, что мы нуждаемся в них. Несмотря на то, что у нас действуют ограничения, столичные власти все же приложили руку к тому, чтобы рождественские новогодние программы принесли бы праздничное настроение. И они составлены таким образом, что сюрпризы нас будут ожидать не только на ратуши и других улицах старого города, но и в разных частях столицы. Так, например, до 10 января улица Пик от кафе «Майя» смог до улицы Вайму превратиться в круглосуточно открытую подсвеченную художественную галерею. В окнах и витрина галереи можно будет увидеть настоящую игру теней и света, 3D-картины и сказочные декорации. Окна и витрины улицы Вира удивят прохожих музыкальными и танцевальными представлениями. 19 декабря в 16.00 обычные окна и витрины превратятся в настоящие концертные сцены. Да и вообще рождественская программа в этом году особенная и рассредоточена по всему городу. Принять в ней участие можно, прогуливаясь на свежем воздухе и не заходя при этом в помещение. Но огромная просьба от медиков и организаторов, несмотря на то, что мероприятия проходят на открытом воздухе, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию. Сергей Овчинков, Михаил Владиславлев, Вячеслав Скалецкий. Новости Таллина.